Программа «Новая концепция экономического развития союзного государства. Совместный образ будущего». На мой взгляд, очень важно, организаторы круглого стола здесь нашли очень удачный подход, потому что новая концепция экономического развития, действительно новая, она может появиться только в рамках новой стратегии будущего. Прежде чем перейти к повестке дня, я просил бы вас в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово, почтить память погибших в минуту молчания. Спасибо большое, садитесь. — Я представлюсь, кто меня не знает, не Фима Петерисеевич, руководственного общественной палаты, поручено мне провести сегодняшнюю нашу встречу. И я хотел бы сказать несколько слов о формате. Вы знаете, что подобного рода встречи, они могут проходить, если говорить о политическом срезе, в двух форматах. Либо это... Так слышно? Лучше с микрофоном. — Да, с микрофоном. — С микрофоном. Я хотел бы отметить, что иногда мероприятия проходят в русле одобрения генеральной линии. Я думаю, что это не всегда полезный для руководства страны формат, потому что разумнее может быть обозначать те цели, предложения, разумные вещи, которые не всегда даже и соответствуют тому, что делается сегодня. Почему? Потому что одно дело — наука и концептуальный взгляд на происходящее, и другое дело — реальный курс, потому что политика — это всегда искусство возможного. Поэтому нет никаких расхождений между тем, что иногда предлагается, но не реализуется. Это делается потому, что, еще раз повторю, политика — это все-таки искусство возможного. И вот этой политикой, на мой взгляд, великолепно обладает наш президент. Поэтому ряд предложений, которые мы обсуждали накануне, они действительно сегодня, может быть, и нереальны, но они обозначают те тенденции, которые формируются в обществе. И хотелось бы мне подчеркнуть, что сегодня вы видите общую обстановку в мире, и понятно, что русский дух, он стоит препятствием на пути реализации тенденции однополярного мира. Поэтому отношение к нам политически тоже понятно. И я хотел бы напомнить вам, когда мы говорим о нашем мероприятии сегодня, что мы должны избегать, конечно, крайностей. Потому что я вам напомню, 1 июля 2017 года, юбилейное заседание Гомпартии Китая. И там Сидзаспинь достаточно жестко и прямо сказал, сегодня мы наблюдаем гибель Европы, крах экономики Соединенных Штатов. Через 10 лет мир будет неузнаваем, и многое будет определяться позицией России и Китая. Вот это его слова, близкие к дословному тексту. И, конечно же, в связи с этим я хотел бы напомнить вам эпизод из фильма о Владимире Владимировичу Путине, где он говорит, вспоминает свое детство, и эпизод с крысой, на мой взгляд, он символичен. У Владимира Владимировича мало таких подходов, которые не имеют очень глубокий второй смысловой ряд. Он как раз, вы помните, говорил о том, что когда крысу загнали в угол, то она повела себя совершенно непрогнозируемо. Так вот, сегодня экономика Соединенных Штатов находится действительно в очень непростой ситуации, и нам иногда нельзя загонять в угол. Если там что-то будет происходить в западной цивилизации, вот эти процессы негативные, которые сегодня мы отмечаем, то это должно происходить как бы без нашего участия. Они должны сами прийти вот к тому финалу, который они сегодня, в общем-то, сами себе формируют. Но выступление недавно было и министра иностранных дел, который напрямую сказал, что то, как жили мы 500 последних лет под руководством практически западной цивилизации, дальше так мир жить не будет. И, конечно же, вот эти особенности, они накладывают некоторый отпечаток и на нашу с вами встречу. Мы в эти все моменты должны понимать, что одно дело глубокое понимание, другое дело политика как искусства возможного. Сегодня мы с вами встречаемся для того, чтобы проработать тезисы, исключительно тезисы к платформе перспективного социально-экономического развития союзного государства. То есть речь не шла о том, что это документ какой-то итоговый, структурированный. Речь идет о том, что это будут тезисы. Они сегодня подготовлены вот в таком виде инициативной группой. И мы передадим это руководству общественной палаты для того, чтобы они были как-то учтены и приняты при уже формировании платформы. Поэтому у нас не стоит задача выработки окончательного документа, но мы формируем предложение.